Интересно будет посмотреть, как у нас выступят ребята. На сей раз азиатско-тихоокеанский чемпионат представляет прям очень жесткие неймы. То есть обычно из этого региона приезжают новички. Вот можно вспомнить весенний чемпионат, там приезжали Мэйдж и другие ребята, которых никто до этого не знал. Том — это человек, который еще играл на Близконе того года, который выиграл FireBud. Сурендер, который в Na'Vi играл дольше, чем многие современные ставы по другим дисциплинам в Na'Vi играли. Это ребята, которые на профессиональной сцене уже очень долго. Пожалуй, не хватает только Кранича из Азии, из таких старичков. Кстати, в хорошей форме, хорошее выступление Кореи было на Харстон Глобал Геймс, но не прошел. Не прошел, да, такое бывает. Ну и что? Возможно, знаешь, возможно, как раз больше времени уделил именно сборной, нежели какой-то такой сольной карьеры. Может быть, Кранич был на весеннем чемпионате, но ему не хватило. Он там, ну откровенно, не могу сказать, что плохой привез лайнап, но нестабильный очень лайнап. Он там на заходах проиграл, там Рога была в том числе. Ну такой странноватый лайнап. Ну и поехали смотреть на лайнапы у нас ребят, а именно Нал Гуидан и его оппонента. Посмотрим, что эти ребята привезли. Нал Гуидан, мы его еще точно не видели на стриме, по крайней мере, мы с тобой не комментировали. Возможно, комментировали Игоря Алжас. Твоя мечта сбылась. Хант в топ-8. А я тебе говорил, я говорил, что получится. Сейчас будет занудствовать. А может, у второго есть хант? Хант с гидрой с одним высокогривом. Похоже, что это осмодаевская сборка. Кроме мере, очень на нее похоже. Гидрой не было в осмодаевской сборке, я не помню. То есть добавил. В остальном очень похоже. Там две медвикулы, бабули, крабы, два трекинга. Причем, что интересно, и два голодных краба, и два ползуна галака. Это сейчас частые гости именно в таких сборках агроколод. Жрец. Розакус дефолт. Друль. Джейд. Дефолт. Пиратвар. Пиратвар. Смотрим на сборки лаки. Вот меня интересуют еще его колоды. Заглянем, что у нас привез этот парень. Пока не могу найти. Давай попросим пока оставить нам лайнапы. Чего это показывает меня? Уже видны баны. Забанили друидов. Джейд друидов, так как единственный квест. Друид уже вылетел. Да, все остальные были друиды, само собой, они отправляются в бан. Да. Могу сказать, что у лакера шаман, варлок и прист. Шаман, варлок и прист. Да, я нашел его лайнап. Шаман. Понятное дело. Эвол, примечательные карты, но там только одни дреные каторжники. Все остальное классика. Варлок. Очень похожа сборка на перл, но только один краб. И есть два форсира, два служителя земли. А есть ли смоленные стражи? Нет. Вместо них как раз и играются два форсира. То есть попытка, у него попытка сохранить крупные существа, такие как дракон и великан с помощью отхила. Есть такое. Розакус прист дефолтный и джейд друид дефолтный. А, подожди, джейд друид. Ну ладно, все равно он джейд друидом. Там он играется про бафами за один, но это... Вообще, это не важно никому. И мы все равно это не увидим никогда. Никогда, да. 0-0. Лакер на логуидан. С чего открываемся? Ну, варлок именно как раз на драконах и великанах. Классическая с королем мячом, без Кургаверти. Правильно. Без, без, без. Все как у Перпла практически. Там, кстати, по-моему, без короля мяча. Сейчас, секунду. Дай-ка мне секунду. Одна из тех сборок без короля. Без короля, да. Нету Кургаверти. Два Абисала. Вообще, лейт. Два Абисала, ДК, два великана. До этого Сифон. Адские пламени две штуки. Ну, это за четыре. Да. Все имею в виду, вот каких-то дополнительных восьмерок нет. Показано красивые таверны. Ну, вернее, города, в которых эти самые таверны организованы, друзья. Для тех, кто не знает, то прямо сейчас игроки находятся не дома, а находятся у нас именно в тавернах. И играют из специальных мест. Третий четвертьфинал. И вот представитель у нас Северной Америки и представитель Южной Америки. Пока что по одному слоту на каждый из континентов. Один за север, один за юг. Посмотрим, что сейчас нам пока что-то читает финал. На кого твоя ставочка? Я болею за Хантай. Я хочу хотя бы посмотреть. Уже не комментировать, но как зритель посмотреть, что будет дальше. Хотя, я уже несколько раз говорил, и Хенлоки мне тоже нравятся. Но Хант впервые мы комментируем. Может быть, Алжас и Игорь комментировали уже, но я не смог застать. Я тоже не застал Ханта. То есть я еще вчера посмотрел, как Алжас и Игорь комментировали там две игры. Там точно не было Хантов. Я уснул где-то на пятом раунде, когда ребята комментировали. Аналогично я уже. Это примерно так же. Вторая или третья игра пятого раунда, и там не было Хантов до этого времени. Поэтому, возможно, у ребят они были в шестом раунде. Но я почему-то сомневаюсь, потому что там была игра, соответственно, амнизяк Перпл, у них там тоже нет Хантов. Окей. Два джейдруида в бане. Все добротно. Пират Вар, ДК Хант, Хайлендер Прист, Эволв Шам, Контроль Варлок, Прист. Что берем? Мне точно не нравится опенинг с Шаманом. Мне нравится, наверное, опенинг с или Варлока, или Приста. Вот одна из этих двух колодц от Налгуидана. Мне, кстати, нравится опенинг с Пират Вара, потому что Шаман от оппонента... А мне нравится опенинг через Ханта. Я не успел сказать, блин. А знаешь почему? Потому что он против Лока и против Приста хорошо играет. И Налгуидан должен был подумать, что как раз эти два архетипа его оппоненты будет брать. И можно было Хантом подловить. Это как раз тот шанс, где можно выиграть игру в очень метовых в турнире колодах. Ну и Налгуидан с тобой, игрок из Аргентины, согласен. ДК причем сбрасывает из стартовой руки. Видели мы уже несколько раз, когда ДК просто остаются в стартовой руке в подобных матчапах. Но если ты не давишь в начале, то это примерно как Гидро оставлять на Пират Варе. На самом деле все-таки ДК Рексар хороший на шестой ход. Он очень хорошо как раз против Приста на шестой ход заходит. У Приста не хватает ресурсов справиться. Но есть два выслеживания. Поэтому шансы найти ДК Рексар все равно высокие. Зачем тогда его оставлять в стартовой руке? Кстати, наши зрители подсказывают, что вчера был один Хант. Был. Да, то есть возможно мы с тобой уснули раньше, чем этот Хантер появился. Монета. Один из вторых дропов. Возможно поставят нам представитель Канады. Да, это у нас сияющий элементарь. И не так уже просто эту тушку забрать. Да, не так просто. И посмотри, как круто мы сейчас контрим бабулю. А? Реально очень сильно. Возможно, поэтому был и сыгран именно этот ход. Так вот, в том-то дело. Он уменьшал с трех монокоз до единицы всю эту комбинацию. Я уверен, что именно поэтому и был сыгран. Удар в лицо плюс... Хотя, погоди, может даже не удар в лицо. А может удар и отхил? Или слишком медленно? Вот я тоже смотрел на удар отхил. Потому что сейчас леок. И как-то нехорошо будет. Это же не леок, можно даже оружие. Уже неприятно. Оружие, да. Только не хаффер. Да, худший вариант для Ногуидаана. Недоволен. Недоволен этот аргентинский парень. И, с другой стороны, ты все зачищаешь. У тебя есть возможность поставить псаря на твой стол. Ну, согласись, это не то, что хочет хант против приста на момент третьего хода. Зачищать стол приста. Это такое себе. Ну, все равно старт у лакера довольно-таки сильный был. А у тебя не было единичек никаких, что очень важно. Или не было как раз адаптации хотя бы на твоего краба, чтобы можно было выгодно зачистить по-быстрому элементали. Вот тебе это ничего не предложили, поэтому... Нет, слушай. Найман пришел и говорит нам, что не было вчера хантов. Так что ничего мы с тобой не пропустили хантоподобного. Трекинг. Можно попытаться найти какую-то единичку, чтобы потом сыграть с псарем. Но мне нравится пятый ход в любом случае в качестве гидры. Поэтому, учитывая, что на пятый все равно будет гидра, да, на четвертый ставим псаря. Все логично. Именно псарь. Его забрать трудно. Четыре днице атаки. Поддержишь стол, пока не выйдет гидра. Как тебе счет ханта? Я не увидел, я пропустил. 7-1. 7-1 у ханта? Да. Ну, хорош ханта. На этом турнире ни разу не забанили. 7-1. Очень-очень зря для очень многих. Надо гидру играть. Надо гидру играть и разменивать ползунам. Да. Надеется, что там не будет швадэ. Нет, швадэ, все хорошо. Да, действительно. Слово тему смерть нет. Нет, здесь можно и плеть-то отдать. Как тебе ход с плетью? Ну, тогда с околитом, да. Тогда все логично. Вот здесь ход нужно на победку сохранить. Вначале адаптировать. И если не состав ветра, псаря. И на двадцаточку. Есть такое дело. И нет. Не то, что нужно. Соверишь абсолютно не то, что нужно. Плюс 1-1 забираем. Играем псаря. А все равно псаря лучше. Как по мне, тогда от Налгуидана была ошибка. Смотри. Так. Ты делаешь этот ход в любом случае, правильно? И бьешь гидрой в лицо. Нужно было сделать псаря и только потом адаптировать. Не состав ветра. Еще раз. А если маскировка, ты защищаешь себя от... Именно так. Чего-либо. ШВД топ-дек. Плюс 1-1. Ты сейчас получил лишнюю одну единицу к атаке. Плюс 3 к атаке. То есть понятно, но это лишняя там одна или три в лицо. Но так твою гидру могут растрейдить с помощью слова тьмы смерть? Так нет. Согласен. А не кажется ли вам, что это потенциально летал следующим ходом? Если мы не найдем слова тьмы смерть, все плохо. Лира даже. Я бы все-таки играл через слово силы щит. Да, я тоже играл через слово силы щит, но... Хозяин баринга, как говорится. Виднее канадцу. Хочет отхилиться на 6. Ну и две карты еще получить. Две карты и два... Да, два с пола получит. Возможно, что-то за ноль приедет. Например, круг. Что хорошо будет для жреца. Добавляем на стол приоритетной цели. Майт контрол. Ну это прям совсем плохо. И эликсир пришел. Поздновато. Ну тут, по-моему, легкий ход. 3-2 пошел добивать 3-3. Отдали дедли-шот. И разыграли руку 8 в лицо. Начинаем с трейкинга. Киллкоманд какой-нибудь. Лук. И адаптация. Прям забирай, не хочу. Может, еще раз пробуем найти неистовство. Сколько там на столе? На столе сейчас 11 урона. Правильно? 11 урона, если ты играешь. Нет, по-моему, 10. А, нет, гидра и этот. И первый астрозуб. И астрозуб, да. Если ты находишь неистовство, ты его леталишь. 16 плюс 3. 19. И даже с элиоком это будет плюс 5. Нет, плюс 5, плюс 3. Плюс 3, да. Два разных астрозуба. С хаффером 20, 20. Не хватает. Выстрелы. Вот мне интересует, адаптация или нет. Вот теперь правильно. В сей раз хорошо. И замаскировать. Нет, плюс 3 хп. Плюс 3 к атаке. Вот просто не угадывает. Когда адаптирует до удара, получает маскировку. Адаптирует после удара, получает плюс к атаке. Задумите троллинг игры. Но рука для... А люкер у нас отвратительная. Чат, кстати, поправил, что этого игрока правильно называть люкер, а не лакер. Да, нет уже перед... Нету Си. Да, перед Кей. Поэтому люкер. Ну что, тогда будет Миша? Правильно? По идее, да. Миша. А говорят рандом. Тут все уже предсказуемо после первых двух рандомчиков. Ставим именно ползу на галак, а также стреляем в лицо. И все. Вполне возможно, что Налгуидан отыграет на этом ханте. 8-1. Уже на этом турнире. А говорят, хант не в мете. Ну вот он. А ты представляешь, что будет, когда произойдет нерв? И колоды, которые имели преимущество. Я не хочу, только не хант. Хант вернется. Ну ладно, лучше хант, чем контроль шаман. Чем кто? Чем шаман. Я услышал контроль шаман. Который на мид-рэндж. А, мид-рэндж. Мид-рэндж был не очень, а вот. Звот шаман, это приятно было. Когда они после богов существовали. Только не шам. Все. Топ-дак. 1-0 в пользу Налгуидана. Хант приезжает и разрывает очередную тушку. Просто добыча для Роксара. Застрелил. Съел. Унес в пещеру. И, возможно, сделал еще что-то. Но мы об этом не расскажем. Потому что только 10 вечера. Но если вы хотите услышать такие подробности, обязательно слушайте Наймана и Бороду. Они все детально уже. После полуночи. С картинками. С картинками. Вот тут у нас будет такая пещера. Там будет рисунок. Что конкретно делает хант до того, как добычу съесть. Но это не к нам. Это все. Иллюстрация. Мы, как бы, комментаторы милые, вежливые. Только превью от нас. Да. Только превью. Промо. Промо. Промо-ролик трэш ночного комментирования. 1-0 в пользу Ханта. Попросим оставить там не деклисты, в смысле, а классы. Налгуидан. Жрец. Пиротвар. То есть казакус. Прист. Пиротвар. Люкер. Шам. Варлок. Прист. Что хочешь видеть? Вот теперь я взял бы приста. Чтобы залезать или в зеркало, или против пиротвара. Пиротвара играет, да? Да. И против лока хорошо. Варлок. А, ты имеешь в виду, я имел в виду как раз Налгуидан. Нет. От Налгуидана понятно. Это прист. Я с тобой согласен. Тут ни в коем случае не пиротвар. Что от Люкера? Варлока брать страшно. Варлоком налетаешь на приста, можно и не пережить. Мы это уже видели много раз. Шаман. Ну, непонятно. Нужно Люкеру брать зеркалку. Я бы взял тоже приста. Жрец на жреца, да? Да. Если вдруг ловишь пиротвара, можешь выстоять. Если ловишь зеркало, уже будет... Его нужно выигрывать. Иначе и шансов нет никаких. Но зеркало приста, фух, это чертовски рандомный матчап. Тут, ну, кому пришел раз ДК, тому пришел раз ДК. Есть такое. Бывали у нас ситуации, да, я думаю, что и в ладере, друзья, у каждого из вас бывали, если кто играет на разакус присте, когда у вас там в холоде осталось 10 карт, у вас там есть еще или раза, или ДК у оппонента 16-17 карт, он уже все нашел, и там казакусов бахнет. Он уже тебя допинывает. Он уже тебя допинывает обилкой. Есть такое. Вот еще какие есть варианты. Шаманам на приста явно очень плохо попадать. Я уже не помню, когда шаман вытаскивал игры против разакус приста. Варлок, опять же, тоже самая проблема. Но у него, может быть, немножко лучше в том плане, что у него есть именно служители земли, так как слишком пассивные не нужны смоленные стражи, слишком они пассивные против приста. Они ничего не делают, они не давят. Здесь же есть возможность как-то разменяться своими существами с важными существами оппонента, например, там Лира и тому подобное, и выйти из рейнджа Эликсира. Ну и плюс, да, это как раз возможность отхилить великанов драконов. Это однозначно для тебя сыграет против приста хорошо. Плюс возможность, если, например, пришел Декандуи, но не пришел раза, ты успевать будешь с помощью вытягивания души, с помощью заложителей земли и обилки Декалока. То есть можешь вытягивать столько же хила, сколько наносит тебе обилка без разакуса. И таким образом пытаться давить тем, что у тебя осталось, продавливать, возможно, истощится рука и истощаться ресурсы у приста. Согласен с тобой. Ну и что, по нашим предположениям, Люкер должен забирать приста, как и на Лгуэдан. У на Лгуэдана вариантов брать вара вообще нет. Там нужно будет на варе пытаться три игры, хотя бы одну из трех отстрелять. У Люкера есть возможность выбора между локом и пристом. Да, лок или прист. Точно не шам. Сейчас так хоба шам против пиротвара. Капитар не понимает в игре вообще ничего. Ну и что? Шам? Хоть что-то понимаем, да. Хоть прист. Но тут с пристом было много... Почему шаман? Почему шаман? Наверное, надеялся на то, что попадет на пират вара и закроет этого шамана. Постарается. Убит его до игры с пристом. Ну, может быть. Может быть. Есть монотайд тотем. Но это хорошо против приста. Но мы видим, что есть швп. Против жрица шансы в любом случае есть. Тебе нужно играть медленно. Тебе нужно играть спокойно. Вытягивать ресурсы из оппонента. Разводить его на ОЕшке по там двум-трем тотемам. Если это возможно. Каждый раз пугать его Блодластом. И дальше выигрывать партию. Кстати, неплохо зашел флеймтонг тотем. Сейчас можно законтрить любую. Опеник вообще здоровский. Да, единственное, что только краб может помешать. Он вроде как есть у приста. Не стоит думать о швп ни в коем случае. Есть очень неприятные тотемы, которые попьют из тебя кровушки, если не будет ответа. Какой из тотемов ты хочешь дать под швп? Выбирай. Красненький или синенький? Языка пламени или приливомана? Я думаю, что в любом случае на первый тотем пойдет Сайленс и будет сыгран Сверхкорень. Ну, это мы видим руку-ногу, Дана. Обычно, когда ты играешь против приста, ты отыгрываешь от швп. А ты имеешь в виду со стороны люкера? Да, да, да. Вот какой из тотемов ты хотел, чтобы вытащил слово Тьмы Боль? Ну и как раз... Явно... Недобор. Недобор. Тебе нужно найти комбинацию. Согласен с тобой на все 100. Потому что эту игру выигрывает именно 3 шестых дропа в виде топри-гангстера и эволюции, которые в них превратятся. Кручу-верчу. Интересно. Найти тотем хочу. Скал нау Гуидан и нашел. На самом деле бесполезная карта. Такого же парня. В ответ мы получили монету G-Lightning. Приходится. Иначе отдашь монотай тотем за просто так. Да, тушки нашли. Осталось найти еще к этим тушкам эволюцию. Люкер волнуется. Боится получить слово Тьмы Ужас. Есть такая опасность. Но я думаю, что будет гномик. Гномик хорош. Здесь нет смысла в плете. Плеть может и потом сыграть. Нет никакой угрозы. Да. Ни от чего. И приходит отхил. Неплохо, но потерпеть. Но если придет комбинация, это зелье ничего тебе не даст. Кроме как одного на хода жизни. Монотай тотем. Его теперь самое страшное. Вот если здесь будет Ужас. Но есть ШВП и тоже неплохо. Плеть, Холенова, много чего тебе сейчас наказывает. Ну и есть Плеть. Для начала, думаю, слово силы щит по-любому. Нужно вначале прокрутить колоду, посмотреть, что придет. И даже хил гномика. Защита от джейдлайтинга номер 2. Гном изобретателя у нас получает. Обратно свою 1 единицу здоровья и 2-6 остается на игровой доске. Эволюция нет. Мы уже видели ситуацию, когда один игрок удерживал Доппельгангстера, пришли вторые, и он их разыграть не мог. Здесь очень много карт, но нет ключевой связывающей. Эволюция. Мне кажется, здесь темпа Доппельгангстер. Да, я с тобой согласен. Любой другой ход слишком пассивен. Можно сыграть Эволюцию и Флэмтон Тотем. Можно. И вероятнее всего. Ты заберешь пиратиком это существо. Но, опять же, следующий ответ уже его не будет. Ну, тут есть замечательное зелье драконьего огня, которое заберет 5 существа с игровой доски, и при этом твой изобретатель останется на игровой доске с 1 единицей здоровья. В плюс для налогу и дана. Но не будет он так действовать. Здесь будет клирик, забор Доппельгангстера отхил, ШВП и кара. Факт. Безусловно, потому что если ты прямо сейчас отдаешь АОЕ-шку, не будет ответов. Ты постоянно, например, получаешь от Доппельгангстера Эволюцию, и ты можешь идти в окно. Идешь в окно, вернешься, там уже 1-1. Да. Вернешься, и там уже все. И забирает, забирает, словом, типа боль последнего Доппельгангстера, и теперь, возможно, Эволюция. Нет. No, 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 no. Не берите токен шамана. Что можно сказать? Он работает только у Павла. Инволюция. 1 дроп за 3. И это не то, что нужно. Замороженных существенно старей нет, поэтому этот парень не доберет карты. Но вот висп... Элементальчики. Да. Огневичок. Невозможно даже игнорировать и бить лицом. А какой смысл разменивать? Только из-за кольца. Ну, это, наверное, кольцо, это похороны. Не знаю, я бы бил лицом. Просто мистер лишь 1 урон. Ну, вот так и пошел в размен. Окей. Инженер-новичок, собиратель сокровищ. А, возможно, даже и Велин. Я за Велина. Как самый темповый вариант? Как самый темповый вариант. И он неуязвим фактически под инволюцию. Единственное, что можно получить только Огра 1-1. Разве что. И все. Поэтому в любом случае будет хорошая сильная шестерка, которая позволит затредиться с нечто, мне кажется. Все-таки есть еще и флеймтонг тотем. Явно атаку подкачаешь, если нужно, и разменяешься. Так, Нал Гуидан пока лидирует. У него все хорошо. Я думаю, что эта игра сведется примерно к тому же, как и было в противостоянии с Айком. Игр на пиротваре. Веселая попытка корабля зайти в одну из трех бухт. Тут я больше за Нал Гуидана. Я видел, как Айк играет за фейсвара. Мне не понравилось. Посмотрим, как будет играть этот игрок. Есть такое. Там прям Айк, знаешь, он видит мель и идет на нее такой. Эй, команда, идем в мель. О, айсберг, айсберг. О, айсберг, айсберг. Да, Айк, конечно, странно отыграл на пиротваре, но это его. Здесь, мне кажется, нужно отдавать жажду крови. Одну, конечно. И способность героя. И способность героя. И, по крайней мере, ты как-то стабилизируешь стол. Ты явно не будешь выигрывать игру двумя жаждами крови одновременно на какой-то свой стол. Ты его теряешь постоянно. Ну, в теории, на десятый ход две жажды крови как-то могут выиграть себе игру, но нет. А почему он хочет через... Я понял. Он хочет сохранить одну... Не понял. Я понял и не понял. Одновременно. Да. Это сильно. И теперь драйна и каторжники. Вот так. Не такое бывает. Забираем кого? Провокацию или татами закопламени? Татами закопламени. Лучше забрать сразу этот урон. От греха подальше, как говорится. И вполне возможно даже не отхиливать, а выставить лутхордера. Конечно. Один из трех дропов. Лутхордер. Я тоже за него. Лутхордер. Я за него. Я заверен. Да. Неплохо. Забрали. И забираем. Разменяли. Все-таки хил. Хил играет. Пытается удержать максимально стол. Тоже вариант. Да ладно, я валялся. Да ладно, я тоже так дергнулся. Я удивился. Да. Это шанс. Стоит ли сделать обилку? Я бы за обилку на самом деле. Я тоже за обилку. Но если придет весник Рока, то тебе нечего делать на прилимах. С таким везением. Да, он тоже так подумал. Те же мысли промелькнули. И эволюция. И. Два. Целых два у нас Иллидана. Надеется на то, что нету Андуина, нету зелья. Но есть. Мы это видим. Все здесь есть. У нас очистка стола. И это вторые деппингангстеры. Это вторые деппингангстеры. И дрейна и каторожники даже вышли. То есть некуда вообще в теории кинуть. Тут после Dragonfire Push'на можно нажимать Conceit. Бам. Минус стол. И собиратель сокровищ. Думаю, что Люкер еще поиграет. Ну, портал приходит. Я смотрю, увидел анимацию. Появление карты. Портал и два существа. Урлок Волномут. Раза плененный. Казакус довольный. Довольный, да. Ну и почему бы обоих-то и не поставить? Десятку, пятерку, единичку. Что хочешь? Пятерочку. Решил пятерочку. Копнуть. Наверное, я бы взял 4 АОЕ демона или что-то вроде. Да, 4 АОЕ демона. Да, то же самое взял. Ну, будет тут уже сражаться Люкер, но он явно падает по морали. Вот когда ты уже настолько опечален, выигрывать 3 партии тяжело. Хотя, в принципе, в теории, ты нормально сыграешь 3 раза против Пиротвара. Есть все возможности законтри 3 раза. Мы это уже много раз видели. Наверное, так самый частый луст-трик именно у Пиротвара. Замечен 0-3. Есть такое дело. Пытается через 2 Bloodlast выиграть. Здесь была возможность законтрить стол одним Bloodlastом. Ты бы отдал? Ну, Люкер тут уже играет на то, что 2 Bloodlast, это единственная возможность выиграть, и их нужно отдавать именно под летал, поэтому я бы тоже не отдавал. Я бы тут скорее играл так же, ну, как Люкер. А в ось я где-то перехвачу стол, оппонента вылетит интернет. Он решит не доигрывать. Мама позовет на обед. Там разные бывают причины, и я смогу через 2 Bloodlast залетать. Думаю, а как ты тут еще выиграешь? Надаешь, ты Bloodlast? Ну да, нет уже возможности про спама. Эволюции ушли. То есть там только остался ДК, но имею в виду, дебель гангстеры ушли. Одна эволюция ДК. Кого эволюционировать, на кого играть ДК, непонятно. Ну, этот ход, я думаю, уже добивает просто Люкера. И совсем не то, что нужно. Пират Прайдоха. А вернее, Кровожадный Корсар. Ну, и Жажда Крови это максимум. Если 2 сыграть, это 14. 14, не хватает еще 2 существа. И там Глазастик еще. Нет, Глазастик уже был. ГГ. 2-0 в пользу Налгуедана и одна победа на Пиротваре. Реальность или миф? Айк два раза, который мы его комментировали, сказал, что миф. Пиротвар не выигрывает. Никогда. Ни у кого. Я пока что увидел очень уверенную. Мне очень игра понравилась Налгуедана. Все так красиво, размеренно. И что за приста. Что за ханта. И что за приста. Обе игры мне очень понравились. Я согласен с тобой. Очень четко ты играл Налгуедан. На уровне как Purple. Можно выделить 2 игрока, которые от начала до конца. Бывали, конечно, что Purple там. Как ты говоришь. Вот теперь стюпид. Стюпид. Но чаще всего это уже не существенные детали. Важные все ходы. Самое нужное он сделал. Также мы видим и здесь Налгуедан. Очень хорошо показывает игру. Мне она нравится. Играет не за самые стандартные колоды Были. Ну хант-хант в топ-8. Топ-8. Это единственный хант за все регионы. 8-1. Да. И мне это очень понравилось. Я думаю, что одну игру он выиграет. Немножко за него так болею. Посмотрим. Вот у нас, друзья, следующая пара. Это юный дикарь. Человек, к которому-то можно неоднозначно относиться как к личности. Насчет его высказываний и тому подобное. Это Амнизиак. Но как к игроку, я думаю, мало у кого есть к нему претензии. Потому что парень очень жесткий. Всегда с классными лейнапами. Каждый турнир он потрясающе готовится. И держится в топе уже очень-очень долгое время. Поэтому Амнизиак. А противостоять он будет молодой. Яйтерс. И сумеет ли он побороться с таким же молодым, но диким Амнизиаком. Узнаем в следующем четверти. Тринферсионале, которые уже будут комментировать наши коллеги. Игорь Борода и Найман. Он же Алжас Батырнбеков. Пиратвар. Шаман. Игра под номером один. Попытка номер раз. С бухта Жабья. Бегают там веселые лягухи. Шаманы разводят костры. И туда пытаются причалить кораблик. Хочу сразу сказать, что Астайлент правиль на карту. Только первая помощь Никонзота. И что самое важное, чаще всего, когда мы видим, что пиратвар побеждает шамана, это когда у него появляется оружие с атакой 2 на второй ход. И мы видим улучшение. Видим, есть возможность как раз сделать этот апгрейд. Ну и вот первая проблема на пути пиратского корабля. Вопрос. Играешь ты апгрейд или боишься ты пирата? Играю. Играешь апгрейд? Играю апгрейд на будущее, так как тебе может зайти третий дроп какой-либо. И тебе нужно и сейчас именно это оружие иметь, чтобы законтрить, возможно, какое-то продолжение люкера. Мне кажется, слишком пассивно. Решается играть именно так. Не играет через апгрейд. Играет лишний раз через арморап. Гидра и два жнеца. Ну вот это прям беда. Да, здесь беда и... Да, ты забираешь тотем. А что дальше? Мне кажется, может даже стоит мурлока забрать. Хотя, опять же, если будет оружие, то ты... Или даже глазастик выстрелит, то ты теряешь весь стол. Пират, который добьет у нас крюк ржавый. Но если там есть смена оружия, или через ход у нас полетит жнец, это грустно. Показывает нам, как шел люкер по этому турниру. И да, единственный, кому он проиграл, друзья, это Purple. Почти все, кто прошел, проиграли Purple. А рано или поздно ты все равно на втором, третьем, четвертом, пятом месте встретишься с Purple. Он там сидит и ждет. Ставим пирата. Кровожодного корсара. Глазастик выстреливает и забирает матроса. Эволюцию не нужно играть. А ты бы что отдал, Глазастик или Мурлока? Кто тебе больше нравится? Конечно, Мурлока бы отдал. Он же жаба. Жабы не люди. А Глазастик свой братан нормальный. Вы породнились в последнее время. Идеально Lightning найти, но... Не дебильгангстерам. Эволюция надо играть. Или Дрэнэйка дождиники. Нельзя играть. Если будет Гидра, тебе нечем потом забирать. Это главный ответ. Тоже согласен. Согласен. Весомый аргумент. Смотри, блин. Играешь Дрэнэев, но это очень слабо. В крайнем случае ты здесь можешь отдать жажду крови, чтобы лачить из стола. Если там будет какое-то оружие, плюс корсар, плюс что-то еще такое подобное. Каркрон. Наверное, оружие. Даже в дальнейшем под нечетом можно будет разменяться. Два оружия, ты его быстро не потратишь. И тебе это особо Гидра и не нужна, если у тебя будет Берсерк и носить такой же урон, как и она. Какая тебе разница, Гидра это будет или Берсерк. Гнел Гуидан с тобой согласен. И размена со стола нет. Да, это самое важное. Если был бы размен со стола... Ладно, пусть Гидра будет. Надеюсь, сейчас есть шанс, что Берсерк выживет. Две единицы здоровья остается у Берса. Его можно забирать только через Бладласт или приходит тотем языка пламени. Пойдет. Отдаем способность героя. Получаем тотем. Это тотем Гнило Воздухом. Забираем тотем Исцеления. И три в лицо. Три в лицо. И следующий ход. Есть возможность... Смотри. У тебя в руках два Каркрона. Это потенциально восемь. И три удара Жнеца. Это пятнадцать. То есть ты никак не убиваешь даже в три хода. Поэтому приходится трейдиться. Если Гидра не нанесет вот эту одну единицу урона в фейс... То будет сложно выиграть, тебе ресурсов не хватит. И... Я скажу так неплохо, мягко говоря. В эту бухту пиратвар не зайдет. Остается еще две. Прист и лог. Это уже поуже бухточки. Туда тяжело будет вырулить. Но знаем мы эти пиратские корабли. Нет такой бухты, куда с Голдфишем не зайдет пиратский корабль. Так оно и есть. Ну и что делать? Здесь сколько урона? Здесь восемь, двенадцать, шестнадцать урона. Не забирать никого. Это... Опасность даже не Бладласта. Опасность Лайтнинга. Опасность второго Тема Языка Пламени. Опасность? Мы не знаем такого имени. В лицо. Топи, дави, гноби. Да ну, но трейди стал вообще без вариантов на победу. То есть взять оружие, а билка все в лицо? Да. Ну как ты еще выиграешь? Алгвидан тоже не верит в то, что сейчас делает. То, что это имеет какой-то смысл. Жажда Крови. Два-один. Два. Один. Две колоды. Прист. Лок. С кем лучше? Я за то, чтобы играть даже против Приста. Даже тейкбреков нет, уже разницы нет. Не, ну понятно, что нету. Я имею в виду, у кого больше шансов. Где больше шансов для Пиротвара выиграть? Оно. Больше шансов Пиротвара, мне кажется, выиграть... В данном случае у Вардлока без таунтов 3-5. Без Смоленной Стражи шансов больше. Потому что это хорошие статы, которые сдерживают раннюю агрессию. И служитель с земли, он не помогает, он забирается оружием легко. Или забирается каким-нибудь матросом под Капитаном Южных морей. То есть легко, слишком легко он трейдится и доминирование на столе продолжается. Поэтому, мне кажется, в данном случае из-за отсутствия Смоляных Стражей и только один Краб, я помню, ты говорил. Значит, заход блока, может быть, это важно. Значит, смотри, две микстурщицы, понятно. Два таунта 1-3, два Думсера, один ползунгалаком. Нет троек, я имею в виду Смольных Стражей. Есть прожорливая слизь, в смысле кислотная слизь. И есть два форсира, то есть два служителя земли. Два хеллфайра. Все остальное по дефолту. То есть как раз-таки вместо троек таунтов у нас служители земли. И смотри, все, смулиганил на Гуидан, но не нашел ни первый помощник Анзота, ни Секилу. И продолжается. Монета Берс. Что скажете, коллега? Да, монета Берс. Что-то, что ним еще можно, какие-то манипуляции сделать, чтобы он первое время помогал тебе на столе. Дальше нужно ждать, возможно, придется даже ждать пятого хода. Пятого хода, где будет сыгран Жнец и Корсар, если не придет первый помощник или Секира. Желательно Секира, так как у тебя получится поставить и Секиру, и Корсара. Ну, если ты не хочешь ставить Берса, какие есть варианты? Сектантка. Это он думает пропустить ход, сыграть на третий Берс, и только потом с монетой сыграть Жнеца и сыграть Корсара. Слушай, ну я думаю, что за такие ходы ты будешь наказан. За такую медлительность. Волнуется Алгудан, думает, что не зайдет. Вот если не зашло так долго, так много раз, столько прокрутил руку мулиганом, топдеками. Значит, и дальше не зайдет. Да, Герва, который на второй жмет Арморап, это жесть. С монетки еще, Ванюш, монетка есть. Второй ход с монетки не сыграл ничего. Тут Жизньотвод, и уже Микстурщица однозначно должна выходить на игровое поле. Да. Невозможно, кстати, был прав тут. Алгудан, здесь два Корсара. С Жнецом будет бодрым. Два Корсара, такой перехват стола. А Димберс выходит на игровую доску. Он легко забирается через Лик Лена под СПД. Да, через Фанатика. Хочет ли этот ход? Есть Разрушитель Чар, что более стабильно сейчас. Ну, не знаю. 4-3. Да по мане хотя бы. Ну, тут тоже с тобой не поспорить. Окей, монета Жнец. Одну провокацию ставим и бьем по 4-3. Чтобы вторая провокация, второй Жуткий Корсар остался под Сектантку. Друзья, быстро отвечаю на все вопросы чата. Во сколько нерв? Нерв 19-го числа, по идее, должен быть с утра, но обычно он подъезжает в ночь с 19-го на 20-й. Это третий четвертьфинал. Наши коллеги Найман и Игорь Борода сменят нас сразу по окончанию этого бестов 5. В первой игре вышел у нас Purple. Вторая игра... Поплыли комментаторы. Эспамизада. Эспамизада, да. Вышел игрок из Мексики, игрок из Канады. Все. Одна провокация или две провокации? Вот в чем вопрос. Алан, отвечай. Две, 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 две. Почему? Почему? Потому что ты уже столько времени потерял. Почему он дает глазастик? Потому что есть опасность... Дефайла. А вот здесь я не согласен с тем, что он сделал. Ты поставил Сападатское пламя. И мне этот ход не понравился. Берсерк должен был идти в лицо однозначно. Хотя была опасность, что будет тогда как раз осквернение. Но у Берса все равно 1 единица здоровья остается. Даже не у Берса, а у Корсара 3-1, Корсара 3-3 и Берсерк 2-4. Они не попадают под урон осквернение летальный. Есть такое дело. Поэтому немножко я не понял, почему он отдал Берсерка. Так, дерзкая налетчица, смотри, пират Сектантка. Пошли дальше пробивать лицо, но есть кислотный слизняк. Вот эта карта как раз и может вытащить. Но. Классный ход вижу. Тап горный. И Налгуидан летит 13-15 октября на летний чемпионат. Подставной матч. Да. Если он поставит тап горный, я буду кричать везде во всех соцсетях, что это подставной матч и 3-2-2. Ну, а если серьезно, то надо все чистить. Слабо. Как ты это все почистишь? Слизню. Фанатик, ликтлена, осквернение. Фанатик, ликтлена, осквернение. Ну, тогда пушку опять вставляешь в руках. Оставляю. Но если будет гидра, то только гидроулучшение начинает напрягать. Если гидра, то будет... Ну, вот я соглашусь с ходом через слизь. Он мне тоже больше нравится. Нужно еще один жнец. Жнеца нет. А жнеца нет. А если нет жнеца, то нужно спасать самое статовое существо. 7-3. Значит, нужны размены. Иначе только топ-дек жнеца и апгрейды, и несколько ходов в запасе помогут тебе пробить 30-ти нездоровья на минуточку. Это шестой ход был. Варлоком. Да-да, ребят, я, кстати, оговорился. Не 19-е до 100-е, а 18-е, 19-е обново, конечно. То есть в 4 часа ночи 19-го числа. По идее она должна быть. Sorry, sorry. Десятка фейс. Нет, семерка фейс. Смертельный обессал, но отыгрывать от него не получается никак. И, кстати, не нужно обессал. Играешь Лихт Лена, играешь Дефайл и Дракончика еще. Дракончика 4-5. И это 2-2. И тебе придется выигрывать классическое противостояние против приста. Пока что фейс Вар. Одно из самых популярных противостояний, которые мы смотрели за 3 пары прелимов. Прист, пират. Прист, пират. И выигрывал чаще всего прист. Да. Было дело. Тут еще один ход есть. Осквернение Натризим. Даже лучше. Ты не даешь девочку, не даешь Лихт Лена, который можно подогнать под Натризима еще раз. Согласен, да. И посмотрим, увидит ли его Люкер. Он не вылетел? Стоп. Стоп. Серьезно? Причем это игра, которую он точно выигрывал. Вот это интересно. Вот это шанс. Сейчас для пират Вара попытаться камбэкнуть. Но плохо, что нету какого-то турнира. Вот у комментирования игр Близзард, даже несмотря на всю ситуацию, которая была, даже несмотря на то, что у Варлока все было просто муа, ему не дадут тихвин. Не дадут. Не дадут железобетонно. Не надо. Из турниров такого не было. Тем более он сам вылетел. То есть не Вар вылетел, который был в проигрышной ситуации, а вылетел сам Лок. И если Люкер проиграет сейчас Лок на Вар, я думаю, что он долго это будет вспоминать. Очень долго. Тут все было на победу уже. Неважно даже, что было в руке. У тебя был идеальный ответ. Два варианта мы озвучили. Или через осквернение инотрезима, или ставить дракона, или тлена осквернения. Нужной последовательности. И все. В принципе, столб будет уже всегда твоим. Двухминутная пауза. И мы увидим переигровку. И это тот матчап, который можно забирать. У Нолгуидана был отвратительный заход. Ну, вспомни эту руку. Да, все время не было старта. Нету секиры. Вот все время нету секиры. Появится секира, будет совершенно другая игра. И если Нолгуидану сейчас зайдет нормально, вполне возможно, что Люкер просто не сумеет. А что потрясающее, Игорь, а вот чего Игорь Борода у нас негодует в чате? Что ты негодуешь, Игорь? А, сори, это даже не пиротвар вылетел. Вот вылетел бы пиротвар, я думаю, что еще можно бы подумать над техвином. Вылетел сам Люкер. Ну... Как он, вылетев, запросит тех победу? Как это вообще возможно? Ну, это совсем глупость, да. По твоей вине, ну, это наглость и глупость какая-то. Он не может попросить там и потребовать победу свою, если ты сам вылетаешь. Если вдруг даже такая ситуация могла возникнуть, тебе бы пошли на уступки, это стали бы обузить. Ну, понятное дело, да, друзья, что напоминаем, что все игроки находятся сейчас не у себя дома. Все игроки находятся на местах проведения. Все игроки находятся в тавернах, и не от Люкера это зависит. Это зависит от таверны, в которые он играет. Но... Что могут сделать организаторы? Я целиком полностью в этом моменте поддерживаю организаторов, что тут, когда ты сам вылетел, давать тебе техвин... Да. Ну, это совсем странно. То есть, в теории, у Налгуидана еще были шансы. То есть, очень мизерные, их почти не было, но... Можно дать тех победу вылетевшему, если он уже наносил летальный урон, 100% летальный урон, и он вылетел. Только тогда можно было. То есть, когда это уже неизбежно было, абсолютно неизбежно для одного из игроков. А здесь не было... Здесь не было такой ситуации. Ты только зачищал стол. Ждем. Пока что видим только одного игрока. Люкер, похоже, еще не появился. Да, Люкера нет. Но мы не будем уходить на паузу, ребят. Будем ждать и... Ждем. Ждем. Ситуация спорная, ситуация неприятная. И это ситуация, которая уже раз за разом повторяется в Hearthstone с вылетами. И, как по мне, есть одно очень простое решение. Игре, которой 3,5 года, сделать загрузку с хода. Что-то наподобие паузы. Пауза, загрузка с конкретного хода. Это можно не давать юзать ребятам в латтере, чтобы это не превращалось в безумие с паузами, когда тебе мало того, что человек роупит на фитиле, он тебе еще и паузу будет жмакать. Но на турнирах сейв хода и просто возможность хотя бы в пошаговой игре, в пошаговой игре, внимание. Это суперсложно. Сделать так, чтобы организаторы могли взять любые карты, любые руки и восстановить игру. Они же уже сделали код колоды, сделайте код игры какой-то, да? Это делается, я уверен, не особо сложно. Карты, чтобы не зависали в воздухе. Сделать спектатор-мод, где рука верхнего игрока была бы сразу перевернута. Было бы неплохо, но игра-то новая, игра-то свежая. Только-только вышла и бетки. Сколько там того времени прошло? Пока будем довольствоваться рубашками, но надеемся на то светлое будущее, когда вместе с рубашками новыми придет и какой-нибудь определенный мод. И новый скин. Ты про это, наверное, говоришь? Да, про скины, понятное дело. Конечно, все. Ну, с рубашками, если скины подвезут... То там и до потасовки недалеко. Да, там и до потасовки недалеко. А там, возможно, новая героическая потасовка подъедет. И опять фармить, и все здорово, да. А там, возможно, и в ладере несгораемые ранги, например, сделают еще... Нет, сделают еще бонус-стрики на пятом-пером ранге, чтобы уже было не 26 тысяч легенд, как весной, а чтобы сороковничек взял лего, чтобы уже у всех эта легендарная рубашка была. Ладно, все. Горим мы, горите и вы. Европа. Показывают нам винрейт на зимних плюс весенних чемпионатах. За Европой пока 66% винрейта. Американцы 54%, АПАК 42% и у Китая беда. Всего 30%. Видно, по статистике, европейские игроки пока что самые сильные. Объективно. Это замечательно. Что у нас с игрой Америки? Я точно думаю, что, вот знаешь, если так брать по отдельным именам, то есть мы европейских игроков, то есть мы откинули тех, которые едут на Близкон. Да, вот мы их видим, они очень крутые. Это те, которые едут у нас на конкретно летний чемпионат. Если вот я говорю в целом, которые едут на Близкон. Штан, Нейрея, Павел, ну, Павел еще не факт. Штан, Нейрея, Калента, Хоя, это все очень жесткие ребята. Их, я думаю, даже нет смысла вспоминать. Понятно, что они ставят конкуренцию. Я вот думаю, кто с ними может побороться. Я сделаю ставочку на еще одного европейского игрока, который дополнится в копилке прям очередным жестким именем. Это Синталол, который поедет от Европы. Не видно по очкам, что человек потеет. И явно нету такого момента, когда он не в форме. Он все время в форме, и он именно по очкам проходит. Ну, вероятнее всего, там уже даже возможности нету кому-либо обогнать его. Да, теперь по игрокам из других регионов, в которых я верю, которые могут потягаться. Игрок номер один, это как раз-таки американский чемпионат, это Мази. Вот я думаю, что если кто-то и повоюет с игроками оставшимися, то есть из других регионов, это Мази. Вот как по мне, это прям вот сейчас, ну, это главный фаворит от Америки. Если кто-то и будет кусаться, то я думаю, что это Мази определенно. Видели, хорошая игра была. Дримха, который вот он недавно забрал. Лайнапы все, от игры, мидат до фулл контроля, он на всем играет. Универсальный игрок, это как раз, он не может попасть, знаешь, и видно даже, как раз именно универсальные игроки, они не могут оказаться в ситуации, когда мета не их. И как раз этот очки, этот путь от начала до конца, весь игровой год, когда они накапливают очки для попадания на BlizzCon через Last Chance, вот они доказывают, что игрок не уязвим, наверное, к изменениям меты. Он ко всему подстроится и это всего получит максимальную выгоду. Согласен с тобой, но и плюс вот это безумное просто хладнокровие Мази. Вот вчера мы с тобой комментировали игру Мази, он там оппоненту оставляет одиннов, там бедный пиротвар, у Мази там 28 хп, и Мази сидит, он до фитиля думает, какой максимальный ход самый сильный выбрать в этой ситуации. Ему вообще плевать, один хп у оппонента, не знаю, 10 хп у оппонента, он просто сидит, он выбирает каждый раз максимально лучший ход. Просто ну как компьютер. Вообще вот такой человек, у Мази нет эмоций, и в этом плане он, конечно, очень крут. От Азиатско-Тихоокеанского региона хочу отметить Самуэль Цао. Это парень, который запомнился, по крайней мере, мне еще на зимнем чемпионате. Думаю, что он тоже потягается. Конкретно вот на этом летнем чемпионате вообще азиатский регион ставит жесткую конкуренцию. Том Сурендер – это ребята, которые уже там не только на одном чемпионате, но уже много лет доказывают, что они хороши. Ну посмотрим, посмотрим. Мне тут тяжело анализировать, так как я не сильно интересуюсь азиатским регионам. Я доверюсь тебе, твоему предсказанию, твоей чуйке. Посмотрим. Очень хотелось бы посмотреть, чтобы, конечно же, болеем чаще всего за европейских игроков. Они нам ближе, особенно игроков с СНГ. Но интересно было посмотреть на игру и конкуренцию с других регионов, так как чаще всего, особенно Китаю, довольно-таки сложно с нами пока что бороться в связи различных объективных и субъективных причин. Но вот посмотрим, как азиатский регион себя покажет. Посмотрим. На самом деле будет интересно. И мне вообще любопытно, сможет ли Китай хоть один слот себе выгрызти за три пары прелимов. Ну, я думаю, что уже пора наконец собраться. Джейсон Джо, Омега Зира. Ребята, давайте вы хоть раз привезете адекватные лайнапы. Мы бы хотели это видеть, потому что то, что было весной, это был совсем цирк. Но эти ребята точно могут. Главное им заставить себя, подготовиться, убить достаточное количество времени, наиграть необходимое количество спаррингов. Ну, главное, нужно проанализировать нас, наших игроков, понять, чем мы играем и как это контрить. А не играть как-то, пытаться играть в свою игру. Нужно как раз попытаться предугадать, что же будут брать игроки из других регионов. И попытаться подновить. Ну, и смотри, тут еще какая беда. Вот завтра выходит обнова. Так. А турниров-то нет до 15 октября. А ничего нет. Вот это главная проблема. Тебе нечего анализировать вообще. Вот турниров просто нет, где бы играли. Вот именно мировые игроки, гранды там, жесткие ребята. Вот просто месяц без турниров. Будет веск, но веск это отборочное. То есть на веск будут играть, грубо говоря, все игроки из каждого региона. И тяжело тебе там как-то составлять мнение по целой мете европейской, например, по отдельным отборочным. В России, в Украине, в Польше. Ну и придется. Я думаю, что как раз будут брать за основу итоги веск. Что же будет тащить? Что же покажет? Хороший винрейт. Вероятнее всего будут смотреть на лидеров, на победителей в ВСГ, чтобы как-то сделать выводы, что же изменилось после нерфа. Ну посмотрим, поживем, увидим. Хочется уже вернуться, комментировать игру. Ну видимо сильно вылетел Люкер. Сильно вылетел прямо. Сильно, далеко улетел. Пытаются найти. Интернет, похоже. Ждем старта, друзья. Не будем уже уходить на паузу. Давайте мы уже с вами досидим. Даже так. А на сколько не скажешь. Сейчас мы с нашим режиссером, друзья, у нас тут информация, что пауза минимум на 5 минут. Поэтому давайте мы, наверное, все-таки тоже отключимся на небольшую паузу. Судя по всему, это будет долго. Так что, ребят, мы к вам в любом случае буквально вернемся через минуты две. Давайте мы попьем водички и вернемся. Будем тогда с вами общаться. Возможно, отвечать на вопросы чата. Вместе подумаем об обнове буквально минуты через две. Вместе. 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 Девушки отдыхают. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Угу. Да. Лицом, а берсом в лицо. В лицо. Да. То есть на два объема под рукой, а берс в лицо. И берс на троечку. Окей, фанатик легко чистит этот стол. Это не проблема. Стол-то чистится, но чистится вместе со всем. Что здесь есть? Есть такое дело? Ну, и это очень неприятно, так как если будет... Ну, на гидру есть ответ все-таки, но опять же, если будет проспам двух существ, уже будет сложновато. Особенно если одно из двух существ будет второй берсерк. Или вторая культистка. Ну, по-моему, тут нет хода, который мог бы конкурировать с фанатиком дефайлом. Да, я тоже пока не вижу. Возможно, здесь как-то стоит еще отдать... А, как-то это ошли, Лена, чтобы дронить карту. Никак. Можно. Нет, не получается. Не получается, Лена отдать никак. Я не вижу этого возможности. Хеллфайр. Только через Хеллфайр, да. Я тоже думал, как же можно дронуть карту? Только нанесет себе еще три единицы урона. Я бы не сильно так хотел наносить себе сейчас три единицы урона. Но решил Люкер, что это хорошая возможность добрать. Я организовал именно ход через Мортал Койлы. Хеллфайр. Ну, тут, по-моему, только один классный ход, это пятерка в виде зеленямца. А мне не нравится. Тебе нравятся апгрейд и каркрон? Да. Заход до Абисала после отдачи Адского Пламени, да. Два раза можно успеть. Потом не успеешь. То есть апгрейд и каркрон? Слушай, да. И каркрон. Согласен, да. Переубедил. И вот думает, что же из этих двух комбинаций выбрать. Ну и выбирает в итоге зеленямца. Хотя ты меня переубедил, и ход с каркроном выглядел сильнее. Наши стрелы тима нет. Нету? Нету. Забрать будет крайне сложно. Поставишь Вестник Рока уже поздновато. Тут можно даже уже игнорить этого Вестника Рока, пробить максимум в лицо и находить оставшийся берст. Вытягивание надо. Вытягивание, да. Это единственное сейчас хороший ход. Остается 18 дней здоровья. Если не будет еще какого-либо апгрейда. 3-2 терпимо. Фанатик Дефайл. Так, это не... Это... Это забирает Весту. А, боже. Как забирает-то? Ну все. Люкер поплыл. Поплыл, поплыл. Это совсем хоть никак не логично совершенно. Да, да, да. Уж лучше тогда сделать, не знаю, Разрушитель Чар плюс Вестник Рока. Не, забей, Люкер поплыл. Ну, блин, тут как бы даже смеяться над ходом Люкера не хочется, потому что... Ну все, что сейчас происходит, это все результат вылета. То есть Люкер, ну, морально подавлен настолько, то есть и так было видно, что он волновался. Да. И когда на кону стоит итог твоей трехмесячной работы, когда на кону, ну, огромные суммы денег... Да, и здесь нет ответа. Это явно победа. Победа на Лугуидана 3-1. Это очень противоречивый по эмоциям четвертьфинал. И здесь есть еще один офф. Один офф и есть, но видим, что есть Каркрон. Угу. На Лугуидан рад, как бы, на Лугуидана тут точно наезжать нечего, он молодец. Не он даже разрывал, то есть не по его вине идет. Вина таверны и вина того, что до сих пор нет реплея в этой игре. Ну, поздравляю на Лугуидана, он точно заслужил свой слот. Игра у него была очень-очень хорошая, очень уверенная. Но... 8-1 хант, на Лугуидан, молочина, но вот у Люкера мораль, я думаю, подавлен будет еще очень долго. Это понятно. Это жесть. Окей. Калифорния. 13-15 октября. На Лугуидан, представитель Аргентины, отправляется представлять не только свою родную страну, но и... Всю Америку. Да, но и всю Америку, как северную, так и южную, и поборется уже с именитыми грандами из Европы, Азии и Китая. Друзья, у нас остается еще 4 коротких игры, 4-й четвертьфинал, где сыграет всеми любимый или нелюбимый, тут уже каждому свое, Амнезиак. А затем 2 полуфинала, финал 4 встречи у нас остаются, и мы с Аладом будем с вами прощаться и покидать наши комментаторские места, передавать их Бороде и Найману. Друзья, спасибо, что смотрели нас. Никуда не переключайтесь, это была только половина эфира. Ты еще что-то хочешь сказать? Спасибо всем, кто меня смотрел. Мне было очень приятно снова быть комментатором, это уже вторая такая практика за последних несколько месяцев. Надеюсь, я еще вернусь. Да, спасибо большое, что к нам присоединился, очень рады тебя видеть. Мы с Аладом пошли отдыхать, к вам врываются новые, бодрые, свежие комментаторы. Друзья, студия StarLadder, это освещает для вас последний турнир на этих выходных. Возможно, еще что-то будет до конца месяца, но не факт, а в следующем месяце уже будет ВЕСК. Мы с вами прощаемся, передаем эфир нашим коллегам. Оставайтесь вместе с нами.